ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей Чернигов унес службу на передовой на окраине Углегорска. Здесь украинские войска за время перемирия создали целый укрепрайон с блиндажами, ходами сообщения. Целых три рубежа обороны, основательно закопанных в землю. Теперь от отряда, который его удерживал, в живых остались четверо. Те, кто сдался в плен. Маля штукатурка плиточная, строительная компания в Чернигове. А вы знали, что вы едете бомбить мирное население? Ну, мы нам говорили, что в безопасное место мы едем. Проверять машины на полкос. Безопасным местом пригород Углегорска был до сегодняшнего дня. Рано утром вооруженные силы ДНР начали наступательную операцию на этом важном в стратегическом плане направлении. Штурмовым отрядам больше времени понадобилось для того, чтобы скрытно выдвинуться к рубежу атаки, чем, собственно, на саму атаку. И когда танки вот с этой посадки встроен начали работать, наша пехота пошла по этой зеленке, зачистила этот блокпост. Вот тут заняли оборону. Пост атаковали и зачищали всего 15 человек. Командиры с позывным «Басмач» из отряда «Пятнашка». А всего в 100 метров был следующий рубеж украинской обороны, а за ней и третий. И к ним лишь одна дорога, а поля вокруг заминированы. Это лишь малая часть того, что бойцы успели разминировать, чтобы дать дорогу танкам. Всего за несколько часов донецкая армия заняла сразу три украинских блокпоста. Тем самым, открыв себе дорогу на Углегорске, передовые части завязали уличные бои в этом городе. Вон, видишь, где бои идут? Вон дым идёт. Да. Там их сейчас гонят. Это дым над местами боёв в самой городской черте Углегорска. Осматривая окопы, ополченцы не могли скрыть удивление. Среди погибших ни одного офицера. Молодой призыв. Вот недавно, который призыв был, вот этих со плечо сюда нагнали. А офицер был с ним? Офицеры сразу уехали. Они все ноги собрали и уехали. Они молодежи составили. Только в одном окопе трое убитых солдат. Кто такой? Прочитаю. Лишний 92-го года. Сидел бы дома, работал бы, мамку с папкой кормил. А он пришёл, видишь. Про то, что солдат во время атаки бросили одних, вовсе не пропагандистская выдумка ополченцев. Об этом говорят, не скрывая злости и презрение. Сами пленные украинские солдаты. А офицеры с вами были? Были. Свалили. Когда? Они потекали. Все потекали. Офицеры убежали и бросили их на посту. Вскоре после этого разговора им дали воды и поесть, а потом отправили в Донецк. Захватив Углегорск, Донецкая армия вместе с частями Луганской республики возьмёт в кольцо дебальцевую группировку. По самым скромным оценкам там может оказаться до 8 тысяч украинских военнослужащих. Чуть раньше луганским войскам удалось ворваться в Дебальцево. Второй день там идут уличные бои. С учётом сегодняшнего успеха донецких частей в Углегорске, канал снабжения украинской группировки в этом полукотле уже сейчас оказался в зоне поражения ополченцев, что серьёзным образом затруднит положение киевских войск. Причём навязывая активные действия по всему периметру котла, ополченцы обеих республик не дают возможности украинскому командованию маневрировать резервами на опасных участках обороны. Антон Степаненко, Артём Григориан, Рушан Умяров, Первый канал, Пригород Углегорска.